Саундпрайс Саундпрайс Есть модель DT770M С улучшенной звукоизоляцией А еще у этих наушников Есть не менее известные Братья-близнецы С открытым и полуоткрытым Акустическим оформлением Это DT990 Pro И DT880 Pro Соответственно Наушники Beyerdynamic DT770 Pro Производитель позиционирует как Профессиональные студийные наушники Для мониторинга Ну что же в них такого профессионального? И есть ли оно в них вообще? Да, однозначно Да, есть Но это не звук Ну или точнее Возможный звук тоже, но просто я не шарю Но об этом позже Сначала о студийном и профессиональном DT770 Pro Прославились тем, что Они неубиваемые Их даже называют автоматом калашникового В мире наушников И это похоже на правду Наушники сделаны очень добротно Оголовье стальное Со съемной мягкой накладкой из кожзама Чашки выполнены из дубового И очень прочного на вид пластика Который имеет приятную И немаркую фактуру Сменные велюровые амбушюры с мягким наполнителем Толстый трехметровый кабель С монументальным штекером И вся эта прелесть собирается Не где-нибудь, а прямо в Германии Одно дело видеть их на картинке А другое держать в руках Скажу я вам Они реально ощущаются как очень и очень Качественная вещь, с которой ты Будешь жить долго и счастливо Много лет И это ощущение повторяется, когда Одеваешь их на голову Прекрасно Хорошо охватывают уши Прижимаются плотно Не давят Не тягатят А какой внешний вид, просто обалдеть Это только кажется, что это обычные черные наушники На самом деле этот дизайн имеет свой шарм Для людей, далеких от подобной техники Это вообще что-то сродни лабораторному оборудованию К которому подходить можно только в белых перчатках Ведь в понимании обывателя Именно так и должны выглядеть студийные наушники Большие, черные, пухлые С мохнатенькими амбушюрами Короче, первое впечатление Огонь Включаем Слушаем Первое на что обращаем внимание Бас Сочный Мощный Пробирающий Словом, если бы эти наушники были приоры На них обязательно бы написали Долбит нормально Что дальше? Высокие Отлично Мягкие Богатые Прорисованные Детальные Так что еще? Стоп! Тут где-то должна была быть середина А, так вот же она Ровненькая такая Чуть притемнена Но в целом звучит очень хорошо Никакой каши в динамичных сценах Хорошее разделение инструментов Но Почему же она так далеко-то? Может Дело в тракте? Меняем источник Хм Не помогло Подключаем Ламповый усилитель Понемногу Прибавляем громкость Нет Характер звука Существенно не изменился Так вот Значит, вы какие BR-динамик GT770 Pro Ну что ж В-образники Читали, знаем Но Чтобы настолько Нет уж Увольте Не мое Так что же я могу сказать О звуке этих Легендарных Наушников Сказать, что он мне Совсем уж не понравился Я не могу Он имеет свои прелести И в целом Очень серьезного уровня Но Такой характер звучания С очень отстраненной Серединой И Избыточно Хоть и очень красивым На мой вкус Басом Мне что называется Не зашел Звук Темнит И местами даже слегка Бубнит Что в общем-то Простительно Закрытым наушником Но вот Средние частоты Особенно верхняя часть Этого диапазона Слишком далеки К ним приходится Буквально Тянуться Слухом Чтобы Распознать Разные мелкие Красивые детали Которые GT770 в общем-то Передают К чему претензий У меня нет Так это ВЧ В сети Вы можете найти Множество отзывов В которых Люди пишут Что эти наушники Ерчат Я с этим Категорически Не согласен Потому что Считаю Что верхняя часть середины У них очень сильно Сглажена А Сами высокие частоты Хоть и акцентированы Но Довольно мягкие И не лезут в мозг Со сверлом На 120 Хотя тут Может сыграть Разница В восприятии ВЧ диапазона Так что Просто имейте это в виду И не будем больше Об этом Для чего может быть Хорош такой подход К воспроизведению На мой взгляд GT770 Практически Идеально Отыгрывают Звуки Ударной установки Это вообще Их звуковая доминанта В музыке Если хотите Так что Если вам нравится Слушать ударные Во всех подробностях То эти наушники Должны подойти Еще Очень здорово В них звучат Ну например Каверы на хиты 70-х 80-х годов В исполнении Симфонического оркестра Создается Атмосфера Эдакой Филармонии Инструменталка Вообще Хорошо удается Байерам Но когда подключается вокал Начинается Нехватка Эффекта присутствия А вот Тяжелый рок Для которого GT770 Многие рекомендуют Мне в их исполнении Не очень понравился Да Некоторые жанры Такие как Постхардкор И Индастриал Звучат Вполне себе Хорошо Ну вот Например Heavy, Power, Symphonic, Groove Звучат уже Не так вкусно Жира и баса Более чем Достаточно Но вот Агрессии и яркости Острый дефицит Ощущение такое Что на тебя Прет медведь Ты ощущаешь Его тяжелую поступь Он пугает И пробирает До мурашек Но не царапает И не кусает А через некоторое время Вообще Выясняется Что Мишка И не на тебя Вовсе прет А просто мирно Проходит мимо Ну и хватит Пожалуй с неудачными сравнениями Я хотел сказать про то Можно ли назвать Звук этих наушников Профессиональным Возможно Я не исключаю Что для некоторых Тружеников Музыкальной индустрии Вполне кстати Будет звуковая подача С отстраненным вокалом И эффектом Стороннего наблюдателя А не Дирижера В центре оркестра Но вот если Под профессиональным Вы понимаете Ровный И неприукрашенный Звук В котором можно Различить Мельчайшие подробности То DT770 Явно не про это Они Подарят вам Незабываемые эмоции От баса И вы вряд ли Устанете Слушая их По нескольку часов Но лично я Не считаю Такой звук Завораживающий Он чистый И качающий Но без погружения Сцена Выстраивается В основном В глубину А вот Ширина Не впечатляет Например Сопоставимая по цене Аудиотехника MSR7 Имея также Закрытое акустическое Оформление Выстраивает Куда более Широкую сцену Короче За звук Ставлю ДТ 4,26 баллов Вот пожалуй И все О живой легенде BayerDynamic DT770 Pro Спасибо Что смотрите Soundprice И не забывайте Про то Что бесценен Только живой звук Ведь для любого другого Есть своя цена С вами был SonicRate Счастливо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok